МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Дело в том, что он просто стал угрожать нашей дочери. Но вы меня как мать поймите. Он почему-то возомнил, что он в нее влюбился. И просто не давал ей прохода. И я просто не увидела другого выхода, кроме отправить его опять в интернат. После того, как супруги Быковы узнали, что между их дочерью и приемным сыном Николаем Колосовым начались романтические отношения, они сдали подростка обратно в интернат. А вскоре едва не погибли во время страшного пожара и лишились дома. Следствие установило, что поджог совершил Николай. Однако парень утверждает, что он невиновен. Ввела в заблуждение моего сына, попала в квартиру, воспользовалась случаем, зашла в мою комнату, стащила 400 тысяч и сбежала. Вот как это было Аня. Анну Гордину обвиняет в том, что она украла у своей учительницы по бокалу Ирины Денисовой 400 тысяч рублей. Анна вины не признает, ссылаясь на то, что похищенных денег следствие у нее не обнаружило. Но прокурор считает, что у него достаточно доказательств вины подсудимой. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Колосов Николай Сергеевич. Родился 10 февраля 2006 года. Мне полных 17 лет. Значит, Николай, ты обвиняешься по части 3 статьи 30 и пунктом А и пункту Е, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса, а именно покушение на убийство двух и более лиц с общим опасным способом. Я тебе разъясняю, что по данным следствия вечером 22 января ты поджег частный дом, который принадлежит потерпевшей семье Быковых. Скажи, пожалуйста, вину признаешь? Нет. Дом я не поджигал и убивать их не собирался. Следак мне сказал, что видели меня в тот день соседи около дома Быковых и якобы опознали мою красную куртку. Только эту красную куртку мне подарили Быковы год назад, и они покупали ее на рынке. И на том же рынке куча людей себе такую же куртку покупали. С таким же красным капюшоном, с таким же искусственным мехом. Так что куртка это вообще не улика. Так что это не я поджег дома, и пусть следокий вич настоящего преступника. Так, значит, ты не согласен с предъявленным обвинением, не признаешь. Значит, смотри, в твоей социальной карте указано, что ты попал в детский дом-интернат в возрасте 14 лет после того, как твои родители погибли. В 15 лет тебя усыновили супруги Быковы. За три месяца до совершения преступления тебя вернули в интернат. Так получается. То есть сейчас ты утверждаешь, вот после всего этого, что у тебя с Быковыми нормальные отношения? А вот представьте себе нормальные у нас отношения. Перед тем, как вернуть меня в интернат, они со мной поговорили, все объяснили, попросили не держать на нее зла. Они сказали, что у них проблемы с деньгами, и что у меня будет лучше в интернате на гособеспечении. Я все понял. Я же не дурак, мне не пять лет, чтобы обижаться. Да и я понимаю, что настоящих родителей меня никто никогда заменить не сможет. И даже после того, как я вернулся в интернат, я ходил к ним в гости, навещал их, и никаких ссор, конфликтов у нас не было. Так что это не я поджег дом, не ты. Хорошо, тогда давай послушаем внимательно, каким выводом пришло следствие. Пожалуйста, Алексей Александрович, вам слово. Да, уважаемый суд. Получается, что одноэтажный дом, принадлежащий семье Быковых, загорелся. Вызвали наряд пожарных. В супруге, вернее, семья Быковых в полном составе супруги, их дочь Алена находились в доме. Подсудимый утверждает, что не в курсе, кто поджег дом. Однако же это не так. По делу была допрошена соседка, Левтина Сергеевна Митрофанова. Она-то и сообщила о возгорании. Также она заявила, что примерно за час до пожара она видела в доме у потерпевших подсудимого. Опознала она его не только по имеющейся в качестве вещественного доказательства яркой красной куртке, а также она его знала, он как бы там жил, да, и уверенно опознала его при проведении опознания по личности. А Митрофанова знакома с подсудимым, и также он чистил снег на ее участке, поэтому обознаться она, конечно же, не могла. Да. А Митрофанова не сказала, что у нас был конфликт в начале зимы? Я ее участок почистил, она мне тысячу обещала. После того, как я все сделал, она мне сказала, что я все сделал плохо и дала только 500 рублей. Я ее обозвал старой жабой, и мы с ней больше не общались. Так что я бы не доверял ее показаниям, свидетель, она так себе. Ну, уважаемый суд, конечно, из-за тысячи рублей оговаривать человека в совершении тяжкого преступления свидетель Митрофанова не стала бы, проверяли это. Между тем, далее следствие установило, что подсудимый, облив дом потерпевших бензином, его поджег. Неподалеку от дома Быковых была найдена спрятанная в кустах пластиковая бутылка с отпечатками пальцев подсудимого. В бутылке остался тот самый бензин, которым, собственно говоря, дом-то и был облит. Кроме того, там же была найдена зажигалка с отпечатками пальцев подсудимого. Также следы бензина были обнаружены на ранее упомянутой мной красной куртке. Бензин, соответственно, в бутылке, на доме и идентичен следам на этой куртке. Где куртку нашли? Куртку изъяли в комнате, в соседней комнате, в интернате. То есть подсудимый пытался все-таки скрыть следы преступления, но это у него не получилось. Быковы спаслись, и только единственное, что глава семьи Артур Геннадьевич сильно пострадал от угарного газа и сейчас находится на лечении. Поскольку все-таки он обвиняется в покушении на убийство, это достаточно серьезное обвинение. А вот что касается вреда, какой в итоге вред причинен? Уважаемый суд, ну, квалификация вреда еще непонятна. Почему? Потому что непонятна длительность расстройства здоровья. То есть насколько ему понадобится для восстановления. Каких-либо квалифицирующих признаков, например, потери каких-либо органов, их, естественно, нет, потому что этого нет, зрение там все в порядке. Я имею в виду, Алексей Александрович, я имею в виду ущерб, размер ущерба. А, ущерб ущерба материального, да. Жилой строение, уважаемый суд, выиграл наполовину. И согласно оценочной экспертизе, проведенной по делу, оценится в 2,5 миллиона рублей. Мотив преступления это месть за то, что они, соответственно, его вернули в интернат, мы полагаем. Подросток жаловался соседям по своей комнате Сазонову и Горелову, они допрошены по делу, по этому поводу. Вот так, например, зачитывая показания указанных граждан, эти гады быковые вернули меня обратно, как паршивого котенка, и я им отомщу. Все экспертизы, уважаемый суд, в материалах дела проведены. Полагаем, что вина по судимому доказана. Просим наказание назначить в виде лишения свободы сроком на 8 лет. 8 лет. Так, Тамара Васильевна, скажите, пожалуйста, вы помните, как начался пожар в вашем доме? Ваша честь, я этот день, наверное, по гроб жизни не забуду. Мы, как обычно, легли спать. Мы рано ложимся, по-моему, часов в 9 вечера это было. А где-то часа в 2 ночи мой муж проснулся от того, что почувствовал едкий запах дыма. Он разбудил меня. Мы сначала растерялись, не могли понять, что происходит. Потом увидели, что горит комната, в которой раньше жил Николай. Началась паника, я начала хватать документы, какие-то деньги. Муж побежал будить Алену, это наша дочь. Мы выскочили на улицу, но даже за это время мой муж наглотался этого угарного газа, и вот сейчас он лечится в санатории. И слава богу, что мы живы остались. Вот просто это чудо какое-то, что мы проснулись и выскочили. Но мы сейчас ютимся у родственников. И как нам восстанавливать этот дом, вы сами слышали, какой материальный ущерб. Это неподъемные для нас деньги. И это все только потому, что мы вернули его в интернат. Но это несоизмеримо. Тамара Васильевна, все-таки вот подскажите, почему вы приняли такое решение? Оно же ведь, ну, такое достаточно жесткое решение вернуть ребенка, которого вы взяли из детского учреждения, обратно в это учреждение. Понятно, что он не ребенок, а подросток уже достаточно зрелый. Но тем не менее, это все равно травма. Ваша честь, я не горжусь этим решением. Это действительно может быть в какой-то степени жестоко, но поймите и меня. Коля, он был просто неуправляемый. Он постоянно огрызался, постоянно хамил. И если на то пошло, он не случайно появился в нашей семье. Дело в том, что 4 года назад погиб у меня сын. Это была большая трагедия для нас, для всех. И в какой-то момент мой муж предложил усыновить мальчика вот возраста нашего погибшего Рома. Я сначала не соглашалась, долго думала, но потом решила, что, ну, может быть, это будет каким-то утешением. Коля на тот момент было 15 лет. Мы с ним познакомились в интернате, когда туда обратились. Нам сказали, что это мальчик из очень хорошей семьи, что он тоже пережил трагедию. У него погибли родители, я как-то прониклась к нему всей душой. У меня с сыном всегда были хорошие взаимоотношения. И я считала себя хорошей матерью. Я никогда не думала, что у нас возникнут такие проблемы и вот столько недопонимания. Началось с того, что мы обнаружили, что Коля стал воровать пиво у моего мужа. Что? Ну, что? Что ты смотришь, как будто этого не было. Это его не было. Мы решили все выяснить. Поехали в тот город, откуда Николай, и поговорили с соседями. И оказалось, что в интернате нас обманули. Там не было никакой интеллигентной, хорошей семьи. Там была семья алкоголиков. И они погибли только потому, что его пьяный отец, его пьяная мать сели в машину и поехали за очередной бутылкой. Только поэтому случилось сомнение. Может быть, мои родители выпивали, только это не значит, что я алкоголик. Понятно? Нечего на моих покойных родителей наговаривать. Ну, понятно. Ты ему подметки не годишься. Так, спокойно, пожалуйста. То есть я правильно вас понимаю, Тамара Васильевна? Вы, узнав о такой наследственности, плюс эти вредные привычки, которые вы фиксировали у Николая, решили его вернуть, так? Ваша честь, ну, дело не только в пиве. Пиво это еще полбеды. Но он же еще деньги стал воровать, понимаете? Я же его застукала со своим кошельком. Ну, как на это можно было закрыть глаза? Но даже это, даже это не стало последней каплей. А дело в том, что он просто стал угрожать нашей дочери. Ну, вы меня как мать поймите. Он почему-то возомнил, что он в нее влюбился. И просто не давал ей прохода. И я просто не увидела другого выхода, кроме как отправить его опять в интернат. Ну, что мне надо было делать? Как мне нужно было защищать своего ребенка? А за это он поджег наш дом. Все, мы бомжи, нам вернуться некуда. И жить нам негде. Так, Наталья Егоровна, вы представляете детский дом-интернат, да, где находится Николай. Скажите, пожалуйста, вот когда Николай вернулся снова в интернат, как он себя вел? Он очень замкнулся в себе. То есть они очень жестоко поступили с ним. Он замкнулся, перестал общаться со своими сверстниками из-за вот этой ситуации. Потому что они, знаете, как они вернули его вообще в интернат? Они же ничего не объяснили, что возвращают. Привезли его в соцзащиту, написать якобы заявление в бесплатный летний лагерь. И сказали, попросили подождать, что сейчас вот они отъедут и заберут его. И так не вернулись, не приехали. Это просто, я считаю, бесчеловечный, жестокий поступок, когда так вот возвращают детей и ничего не объясняют им. То есть ему даже не объяснили, что его отправляют обратно в интернат, да? Нет. Это вот он сейчас просто... Ему стыдно признаться, что они так поступили. Ну, то, что не объяснили ничего. Скажите, пожалуйста, ну, как воспитателя вы неплохо Николая знаете. Он у вас воспитывался некоторое время. Есть ли у него какие-то дурные наклонности, привычки, я не знаю, склонности к алкоголю, к правовному поведению? Ну, что вы, ваша честь, он очень порядочный, хороший мальчик. Он очень отрицательно относился к алкоголю всегда. Потому что на примере своей кровной семьи он видел, что алкоголь делает с людьми, как он рушит их жизни. Нет, такого вообще никогда не было. Я считаю, Быковы просто его оговаривают и очерняют. Потому что они использовали его просто в своих личных целях. Подождите, что вы имеете в виду, когда говорите, Быкова использовали в личных целях? Что это значит? Потому что, ваша честь, я приезжала к Быковым до того, как они забрали мальчика из интерната и после того, как вернули. И заметила, что они сделали пристройку к своему дому, вообще дом обновили, ремонт хороший сделали. Потом выяснилось, что при усыновлении они получили материальный капитал и использовали его в своих личных целях. А потом, просто когда уже Николай не стал им нужен, они взяли и вернули его просто. И я приложу все усилия, чтобы их привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Какое мошенничество? Уважаемый суд, ходатайство есть о допросе свидетеля обвинения Быковой Алены Артуровны. Это вы, мошенники, в вашем интернате. Быкова Алена Артуровна приглашается в суд для дачи показаний в качестве детей. Приставь, пожалуйста, позовите ее. Ванну отремонтировать. Почему вы об этом не говорите? Проходите. До совета. Так, Алена, проходи, пожалуйста, присаживайся рядом с прокурором. Алена, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Ну, ты Николая знаешь хорошо, да? Да. Некоторое время он жил у вас в семье, так? Да. После того, как Николай вернулся в интернат, ты общалась с ним? Да, Ваша честь. Я видела Колю пару раз после того, как он оказался в интернате. Он караулил меня возле школы и просил передать родителям, что он им отомстит. Типа, пусть подергаются. То есть вот так и сказал, да? Пусть подергаются, пусть живут в вечном напряге. Ну, я спросила, как он мстить-то собирается. Он сказал, что еще пока точно не знает, как именно, но месть будет ужасной. Может, на мою мать нападут, может, на отца, может, меня машиной собьют. Скажи, пожалуйста, а у тебя лично как отношения складывались с Николаем? Ну, сначала у них, у родителей с Колей были не очень отношения, а примерно полгода назад Коля заявил, что я ему нравлюсь. Я его послала, рассказала об этом родителям. Они сказали, чтобы он ко мне не приставал. Ну, Коля устроил скандал. И примерно три месяца назад, когда я была в своей комнате, я уже спала. Он приперся ко мне в комнату и начал лезть. Я заорала, проснулся отец, вышвырнул его вон из комнаты. Коля начал истерику, начал наезжать на папу. Отец кое-как его угомонил. Утром родители поговорили на эту тему и решили вернуть его обратно в интернат. Но они понимали, что если они скажут ему об этом прямо, начнется истерика, скандал. Поэтому они и наврали ему про бесплатный лагерь. Коля, я тебя ненавижу. Алена, я сейчас вообще не понимаю, о чем ты говоришь. За что ты меня ненавидишь? Я же люблю тебя, я не знал, что ты в доме. Я думал, там родители твои, а я их реально терпеть не могу. Я их сжечь хотел, но не тебя. Вот, Ваша честь. Он признался, что все-таки дом поджухон сидит тут. Уважаемый защитник, вот ваш подзащитник только что фактически признался в том, что он хотел сжечь своих приемных родителей. Да, уважаемый суд. Да, что скажете по этому поводу? Как говорится, нет повести печальнее на свете, чем повесть об Алене и Николае. Почти шекспировские страсти, но, к сожалению, жизнь – это сложная штука. Поэтому я считаю, что нужно более подробно разобраться в мотивах, которые двигали моим подзащитным. В связи с этим у защиты ходатайства о допросе подруги и одноклассницы Алены – это Нина Ковалева. Мы просим ее допросить. Так, приглашается Ковалева Нина Петровна. Пристав, пожалуйста, проводите ее в зал. Я просто в шоке от тебя, Алена. Я собирался сжечь от тебя, и ты ни о чем не говоришь. Так, Нина, присаживайся, пожалуйста. Тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. А на нас тебе наплевали? Пишина, пожалуйста. Вся эта беда вообще с Колей пожаром произошла из-за любви Алены и Коли. Полгода назад Алена мне рассказывала, что она влюбилась в Колю и объясняла, что ее родители ничего не должны знать. Но если они ее знают, то они ее просто убьют. Ну и вот. Чуть больше месяцев трех назад Алена пришла в школу мрачнее тучи. Оказалось, родители их все-таки с Николаем спалили. И после этого у них в семье начался полный трэш. Колю сдали обратно в интернат, ее избили, отобрали телефон, отключили интернет на ее компе. В общем, посадили под домашний арест. И тогда Алену в школу провожала и встречала ее мать, и больше ее никуда не отпускали. Ну и вот тогда Алена попросила меня помочь ей встречаться с Колей. И ты смогла помочь ей? Смогла, Ваша честь, да. Один раз у нас в школе отменили занятия, и я устроила им свидание у меня дома. Это было чуть больше месяца назад. А потом они опять не могли видеться. И из-за этого Алена была в трансе. Она волновалась, не знала, что ей делать, паниковала. И звонила Коле с моего телефона, жаловалась мне, что без него сойдет с ума. И даже хотела настучать на родителей в опеку, чтобы их ограничили в родительских правах, а ее бы отдали в тот же интернат, что и Колю. Но я ее, естественно, отговаривала. Ведь не факт, что ее отдадут в тот же интернат. И, если честно, я не понимаю. Если у них была такая любовь, то почему Алена так резко переобулась, пришла в суд и сейчас на стороне родителей? Ведь она ненавидела отца с матерью. И даже мне говорила, хоть бы они сдохли, но они бы с Колей поженились и жили бы тогда вместе. Да потому что Колька предатель и больной на всю голову. Я-то думала, что мы с ним вместе свалим, а он решил нам вот так вот всем отомстить. Скажи, пожалуйста, а куда это вы вместе, как ты выражаешься, свалить с Николаем? То есть сбежать вы хотели с Николаем? Мы хотели уехать к родне Николая в Москве. Он писал им и говорил, что приедет девушка со мной. И они согласились нас принять. У них частный дом в Подмосковье. Ну нет же, придурок же решил взять и сжечь нас вместо этого. Алена, ты же понимаешь, что я не знал, что ты дома была. Ты же мне смс-ку отправила, что родители тебя к дядьке отправили. Я не отправляла тебе никаких смс-ок. В смысле ты мне не отправляла? Не отправляла тебе ничего. Николай, мы уже теперь потеряли вообще нить повествования. Какую смс-ку тебе отправила Алена? Куда ты собирался уехать? Как ты собирался уехать? Давай, рассказывай. Мы с Аленой после того, как меня вернули в интернат, поддерживали связь только через Нину, только по телефону, потому что мы не могли видеться из-за того, что родители Алены ее очень бедительно контролировали. Ну вот мы и придумали, что уедем к моей родне. Мы договорились, что она прогуляет последний урок. Я встречу ее около школы. И нас отвезет мой знакомый. Я ему денег дал, договорился с ним. Но когда я пришел, ее там не было. И я позвонил Нине, Нина сказала, что Алены вообще в школе в тот день не было. Это было 20 января. А 21 января я позвонил Нине, опять Нина сказала, что мать Алены звонила в школу и сказала, что Алена заболела. А 22 января я получила смс-ку с номера Алены. И там было написано, что все пропало, родители узнали о наших планах. И еще написала, что между нами все кончено и мы никогда не сможем быть вместе. И сейчас отвезут ее к дядьке куда-то под Тверью. У него там дом в глухой деревне, видеокамеры и собаки по периметру. Что ты несешь? Какая еще Тверь? Какой еще дом в глухой деревне? Я просто собирала вещи, вот мама меня испалила. И запретила мне временно ходить в школу. А смс-ок я тебе никаких не писала. Тамара Васильевна, у меня к вам вопрос. Может быть вы поясните, откуда эта смс-ка появилась? Кто ее отправил, кто ее написал? Ваша честь, не хотела говорить. Но да, Алена, это мы написали эту смс с твоим отцом, с твоего телефона. Да я когда увидела, что ты вещи собираешь, я же сразу поняла, что вы сбежать собрались. Подумай, дурочка, ты свою жизнь загубишь, ты посмотри на него. Я не допущу, чтобы вы общались, и ничто не станет у меня на пути. Ты офонарела, мама? Я-то думала, ты мне говоришь, что Коля знал, что я в доме. И он специально решил нас всех поджечь. Оказывается, Коля не знал, что я в доме, что меня нет. Он думал, что меня нет. И он не хотел моей смерти. Нашей смерти. То есть родителей можно поджигать, но без тебя, да? Ну, главное, что меня-то он не хотел убить, а мама мне как сказала. Понятно. Хорошо, тогда Николай, расскажи, пожалуйста, еще раз, сначала, очень подробно. 22 января что происходило на самом деле? Я был просто очень зол на Быковых, я был в отчаянии. Короче, вечером я ушел из интерната, пошел на заправку, там уговорил кого-то мужика отлить мне бензин в бутылку, и потом пошел к дому Быковых, облил цоколь дома и стены бензином, чиркнул зажигалкой и смотрел, как горит дом. Потом вернулся в интернат. Ваша честь, только я не хотел сжигать Быковых, я только дома хотел сжечь, и все. Я просто отомстить им хотел от отчаяния. Алена, я тебя прошу, дождись меня из колонии, и мы с тобой будем вместе. Только вот если меня посадят, тебе уже никто не поможет, родители тебя живьем сожрут. Ты их бросай и езжай к моей родне. Я с ними договорился, они тебя примут. Ага, вот, да когда ты из колонии выйдешь, она уже замужем будет. Мои хорошего парня нашли, не читай тебе, с таким уголовником она жить не будет. Я не позволю этого, понял? Вот тут ты, мама, очень ошибаешься. Я жду ребенка от Коли, поняла? Какого ребенка? Такого, от большой любви дети получаются. Забеременела, когда мы с Колей у Нинки встречались. Как ты думаешь, мой жених сильно обрадуется, когда узнает, что его невеста от другого рожать собирается. Ваша честь, я прошу вас, не сажайте Колю, ведь он теперь отцом станет. Судо ляется для поставления приговора. Далее в программе. Вела в заблуждение моего сына, попала в квартиру, воспользовалась случаем, зашла в мою комнату, стащила 400 тысяч и сбежала. Вот как это было, Аня. Анну Гордину обвиняют в том, что она украла у своей учительницы по вокалу Ирины Денисовой 400 тысяч рублей. Анна вины не признает, ссылаясь на то, что похищенных денег следствие у нее не обнаружило. Но прокурор считает, что у него достаточно доказательств вины подсудимой. Посмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Колосова Николая Сергеевича, несовершеннолетнего, ранее несудимого, в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами А и пунктом Е части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд принимает решение с учетом выявленных обстоятельств дела, а также отсутствия умысла на убийство семьи Быковых, переквалифицировать действия Колосова Николая Сергеевича на часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса, то есть умышленное уничтожение имущества путем поджога. Признать Колосова Николая Сергеевича виновным в совершении данного преступления, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Поскольку данное преступление относится к преступлениям небольшой тяжести, суд принимает решение с учетом обстоятельств дела и истинных мотивов совершенного преступления заменить назначенное наказание на меры предвидительно-воспитательного воздействия, а именно отправить Колосу Николая Сергеевича сроком на 2 года в специальное учебно-воспитательное учреждение. То есть не в колонию, а учиться поедешь, Николай, в специальное учебно-воспитательное учреждение. Что касается взыскания ущерба за поврежденное имущество, то вы можете в гражданском правом порядке заявить этот иск, он будет удовлетворен, потому что Николай признался, что он хотел уничтожить дом. Не вас он хотел убить. Вот это поймите. Не хотел он вас убить. В конце концов, вы будете бабушкой, надеюсь, ребенка, который родится у них. Поэтому вам сейчас надо решать эти вопросы. А он, так сказать, по своему пути пойдет. Он теперь будет учиться, за ним будет наблюдение установлено, получать профессию будет. И дальше от тебя, Николай, зависит, какой ты путь выберешь в этой жизни. Понимаешь? Законный путь. Больше никогда не вернешься к совершению преступления. Или будешь вот так решать все вопросы. Кто тебя обидел, сразу, значит, поджечь, убить. Ну, это недолго продлится, понимаешь? Как правило, такие люди долго на свободе не находятся. А весь свой оставшийся век коротают в местах лишения свободы. Думай сейчас о том, что у тебя есть любимая девушка, и у вас будет ребенок. Это самое главное. Судебное свидание завершено. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Кардианка Анна Сергеевна, 14 апреля 2007 год. Полных 15 лет. Аня, послушай внимательно. Ты обвиняешься по пункту В, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в краже в крупном размере. Вот по данным следствия, 25 декабря ты пришла в гости к своей учительнице, она здесь присутствует в качестве потерпевшей, Денису Ирине Степановне. Похитила у нее 400 тысяч рублей. Скрылась с места происшествия. Так утверждает следствие. Признаешь свою вину? Нет, я не признаю. Потому что в этот день просто пришла к Ирине Степановне на урок. Мне почему-то открыла дверь Владислав, ты ее сын. Мы мило попили чаю, посидели, а потом пошла домой. Вечером ко мне пришла полиция и сказала, что я украла огромную сумму денег. Хотя просто уверен, то что Ирине Степановне просто их переложил и забыл. Аня, я все прекрасно помню. Я вообще ничего никуда не перекладывала. У меня всегда деньги лежат в одном и том же ящике. Но еще я прекрасно знаю, что помню, что в этот день у нас не должно было быть с тобой урока. И ты целенаправленно пришла ко мне домой тогда, именно когда меня не было дома. Вела в заблуждение моего сына, попала в квартиру, воспользовалась случаем, зашла в мою комнату, стащила 400 тысяч и сбежала. Вот как это было, Аня. Аня, ну поскольку ты вину не признаешь, давай послушаем, каким выводом пришло следствие. Пожалуйста, государственное обвинение, вам слово. Да, уважаемый суд, согласно материалу фамильного заключения, подсудимая проникла в квартиру потерпевшей под предлогом занятия вокалом. Как правильно сказала потерпевшая, никакого занятия вокалом в тот день быть не должно было. Из дома она похитила и конкретно из ящика, из ящика письменного стола денежные средства в размере 400 тысяч рублей. Других посторонних в квартире в тот день не было. Грабители также не могли проникнуть в квартиру, соответственно, иные какие-то лица. Почему? Потому что следов взлома дверей не обнаружено, следов взлома окон не обнаружено. Кроме того, квартира стояла на сигнализации. И также в квартире находился сын потерпевшей, Денисов Владислав. После того, как потерпевшая обнаружила пропажу денег, она сразу же обратилась в полицию и указала на подсудимую, как налицо совершившее преступление. Подсудимую задержали у нее дома и допросили. Но свою причастность к пропаже денег она отрицала. Похищенного имущества в тот день конкретно в квартире потерпевшей также не нашли. Ну, конечно же, ничего не нашли. У меня нет моды по ящикам лазить, да и деньги таскать. Уважаемый суд, согласно протоколу осмотра места происшествия, произведенного в квартире потерпевшей, на крышке письменного стола, на фасаде верхнего ящика, в котором потерпевшая хранила деньги, обнаружены следы отпечатков пальцев подсудимых. Уважаемый суд, это конверт, в котором потерпевшая хранила денежные средства. 400 тысяч рублей. Имеются и отпечатки пальцев подсудимая, и, согласно генетической экспертизе, ее потожировые следы. То есть, понимаешь, получается как? И на ящике отпечатки, и на конверте отпечатки, и конверты у тебя нашли. То есть, ну, может быть, все-таки, еще раз говорю, перестаешь дурака валять, признаешься. Я ничего нигде не брала, мои отпечатки, это просто какая-то ошибка, я вам еще раз скажу. Уважаемый суд, тогда про мотив. Корыстные побуждения являются мотивом. На что именно подсудимой нужны были денежные средства, впоследствии, вернее, расскажет свидетель обвинения, о допросе которого я буду ходатайствовать. Также иные доказательства виновности подсудимой в ходе судебного следствия будут раскрыты. Пройдена была по делу психолога психологическая экспертиза, которая говорит о том, что подсудимая вменяемая дает отчет своим действиям. Мы полагаем, что вина ее доказана в совершении преступления, предусмотренным пунктом в части 3 статьи 158 УК РФ и просим назначить наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей. За обычную ошибку по тюрьму, да? Да, конечно, за ошибку. За ошибки в тюрьму и попадает. Сергей Петрович, спасибо, что вы руку подняли, к вам обращаюсь. Вы отец Ани, да? Да. Вот я вижу из документов, представленных в суд, что Аня школу среднюю не закончила. Ей 15 лет, а образования среднего нет. Отчислено за неуспеваемость и грубое поведение. Грубило учителям, да, Анна? Она сейчас нигде не учится, так? Ваша честь, дело в том, что я маляк дальнего плавания, поэтому подолгу отсутствую. И об этом инциденте я узнал буквально недавно. По возвращению домой, потому что жена попала, к сожалению, в больницу, у нее кома гликемическая. То есть уже поприветствую домой, я уже узнал, что вот я, видите, этот момент, жена упустила. Упустила вот Анечку, поэтому не досмотрела, как так случилось, я не понимаю. Говорю, я, повторяюсь, я подолгу отсутствую, то есть, по полгода ухожу в плавание, поэтому вот не было возможности вот лично мне проследить. А раньше с дочкой проблемы были? Ну как, не было, вот, сейчас только вот столкнулись с такой ситуацией. Аня, может, ты сама расскажешь, почему ты школу бросила? Я это сделала абсолютно осознанно. У меня были проблемы со зрением, мне врачи сказали, что я даже могу ослепнуть. Мне было тяжело сесть за учебниками и компьютером, у меня болела сильно голова. Поэтому пришло к решению то, что если я стану певицей, для этого не нужны глаза. Кстати, Ваша честь, я тоже об этом узнал буквально недавно, опять же, поприветствую домой. От меня, видите, все скрывали, все эти вот... А про что вы узнали? Про глаза? Да, да, по поводу того, что она певица хочет стать. Нет, по поводу вокальных данных, и певица я знал давно, то есть, у нее были предпосылки, но по поводу зрения я узнал тоже недавно, поэтому я... Ну какие-то медицинские документы есть, осмотр проводили? Может быть, там спасать надо девочку? Что с глазами-то? Ну сейчас уже будем, то есть, эти все полностью более детально... А то она как-то сама принимает решения. Ну сейчас уже я полностью займусь воспитанием. Я тебе не сказала, потому что у меня дома с мамой было все нормально, и это была просто обычная бытовая проблема. А у тебя сложная работа, и она даже не истерила, как ты в обмороке не падала. Слушай, она в обмороке не падала, но в итоге она впала в кому. Все из-за твоих истерик, понимаешь? Ты ее довела до этого. У меня с мамой было все абсолютно нормально. Вот давай не надо, вот ты врать не нужно. Я помню, когда приезжал, постоянно вы с ней ругались и закусывались. Не надо, не ври, пожалуйста. Ваша честь... Конфликты и скандалы. Ваша честь, можно я еще скажу по поводу того, что она обманывала своих родителей? Потому что, когда у нас был урок, он закончился, Аня забыла у меня телефон. Поступил звонок на ее телефон, я взяла, видела, что мама звонит. Мама ее, Нина Павловна, очень удивилась, кто я такая. Потому что в то время, когда позвонила она, Аня должна была находиться у репетитора по английскому. Я объяснила, что я занимаюсь с Аней вокалом, и то, что я не знала, что она без их разрешения, ходит ко мне на уроки. Мне было очень-очень неприятно. Потом Нина Павловна спросила, а сколько мы занимаемся? Я сказала, три месяца. Ей было очень неприятно и обидно, то, что столько времени дочь ее обманывает. Понимаете? Я, конечно же, пообещала, что я больше без их разрешения, конечно же, не буду с ней заниматься. И мы действительно с ней около двух недель не занимались. Но потом вы занятия возобновили, правильно я понимаю? Да, мы возобновили занятия. Она в середине декабря мне позвонила, сказала, что у них беда в семье. Мама в коме. И чтобы как-то хотя бы отвлечься от этого, она попросила, слезно попросила меня еще раз позаниматься, потому что она не может жить без музыки, без пения. И сказала, что за уроки будет платить ее старшая сестра Наталья. Дала мне ее телефон, я с Натальей связалась. Наталья подтвердила, мы возобновили уроки. И вы знаете, Ваша честь, я думаю, что она возобновила уроки только с одной целью, чтобы меня обокрасть. Потому что она уже тогда знала, что есть деньги. Она поставила себе цель. И стала ходить на уроки только с этой целью, что она и сделала, в принципе. Да я даже не видела ваши деньги. Да что ты говоришь. Я не знаю, что вы дома храните такую огромную сумму. Ты прекрасно все знала, ты прекрасно все слышала. Потому что я при тебе, Ваша честь, я разговаривала с продавцом автомобиля. Я на эти деньги хотела приобрести себе автомобиль. Я разговаривала, она все прекрасно слышала. Я сказала продавцу, что я уже готова рассчитаться. Я сняла деньги с карточки. Сделка у нас была назначена на 26 декабря. Поэтому Аня все рассчитала. 25 декабря она попала ко мне в квартиру. А откуда она знала, что я храню деньги в ящике? Потому что как-то она рассчитывала со мной пятитысячной купюрой. И я при ней сдавала ей сдачу. Ну, я думала, что девочка из хорошей, нормальной семьи. Я не могла ничего заподозрить. Открыла ящик, достала деньги, сдала ей сдачу. И я ничего не могла подумать, что такая юная дама может такое сделать. Ваша честь, могу я вам сказать, пожалуйста, честно? Да, пожалуйста. Я в этот день пришла к Ирине Степановне по личным причинам. Я пришла к сыну Владиславу. И у меня никакой корысти к ее деньгам абсолютно не было. Ты к Владиславу пришла? Я впервые слышу, что вы с ним общаетесь. Судя по всему, не только у меня секреты. Я ему пришла на свидание. И ваши деньги мне даже неинтересны. Ты на свидание? Да тебе нет 16 лет. Мой Владик никогда бы не стал связываться с малолеткой. Чушь какая-то. Уважаемый суд, позвольте пригласить в зал судебного наседания и допросить в качестве свидетеля обвинения сына потерпевшей Денисова Владислава Валерьевича. Пусть несет ясность, как и что там происходило. Давайте пригласим Денисова Владислава Валерьевича. Приставь, пожалуйста, проводите его в зал. Отстаньте вы все от меня. А слушай, если ты взяла, отдай и все. Вот доказательство. Куча. А ты сидишь и... Проходи, пожалуйста, Владислав, присаживайся. Да нет, ты меня расстреливаешься. Сейчас бы ничего не было твоего. Не наших, а чужих. Так, свидетеля допрашиваем. Владислав, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Поясни, пожалуйста, 25 декабря, ты помнишь, что происходило в этот день? Ваша честь, я был дома после обеда в 5 часов вечера. Пришла Анна, сказала, что ей нужно делать урок. Ну, я ее впустил на кухню. Она к тебе пришла или к маме? Она пришла к маме. Сказала, что ей нужно делать урок. Я ее пригласил на кухню, предложил чай. Потом она сказала, ей нужно идти в комнату, где она постоянно занимается с матерью. Ну, сказала, что ей нужно распеваться, заниматься уроком. Я ее впустил, она начала одна распеваться, делать урок. Потом я позвонил маме. Сказал, что Анна пришла и что ее ждет. На что мама просто ответила, что она перепутала дни. И сказала, что сама ей позвонит и обо всем поговорит. Ну, в итоге она так и сделала. Позвонила, обо всем поговорила. Потом Аня ушла. А потом, когда пришла мама, она увидела, что все деньги, которые у нее были, они исчезли. А я-то про эти деньги вообще не знал. Иначе я бы просто Аню к себе в комнату бы не пустил. Понятно. Но вот Аня утверждает, что пришла не к маме заниматься, а к тебе лично. Ко мне? Что вообще за глупости? Да чего ты выкручиваешься? Я к тебе приходила, чтобы солисткой стать. Постоянно ходила на все репетиции. А в этот день мы с тобой хотели узнать, буду я солистка в твоей группе или нет? Анька, я тебя на репетиции силы, что ли, тащил? Да ты сама просилась. А еще ты мне сказала, что если я хочу стать солисткой, должна купить себе что? Синтезатор. Да ты сама хвостиком бегала за мной, ваша честь. Что хоть как-то она от меня отстала, я ей сказал, купи мне синтезатор. Ну, я не думал, что она так близко к сердцу все воспримет. У нее денег просто таких на всего нет. Ваша честь, я не знал, что она украдет эти деньги. Да ты сам мне сказал украсть деньги. Потому что тебе мама не давала денег на синтезатор, потому что это были деньги на машину. Мы все закручили договор. Я покупать синтезатор и краду деньги, а я становлюсь у тебя солисткой в группе. Но пришла полиция, я не успела тебе купить синтезатор и украсть деньги. Подожди, Аня, ты сейчас фактически признаешься в том, что ты вступила в сговор с Владиславом, чтобы похитить эти деньги. То есть ты деньги-то украла все-таки? Да, я признаюсь, потому что я очень сильно хотела стать солисткой. Но я увидела полицию, поняла то, что надо убирать деньги. Я их засунула в духовку и сожгла. А когда я поняла то, что я не успеваю, смыла их в туалет. Владик, так и вышло. Так это значит, ты навел Аню на мои деньги? Как ты мог? Мам, я тебе про этот синтезатор еще давно говорил. Он новый, он нам очень нужен. У нас репетиции, мы перед конкурсом просто должны выступить. А ты мне предлагал купить какую-то колымагу, от которой просто геморрой бы был. Я ж тебя от лишних проблем освобождал. Как ты этого не понимаешь? Нет, мой дорогой, это ты этого ничего-то не понимаешь. Видимо, я тебя неправильно воспитывала, залюбила тебя очень. Теперь я палец о палец ради тебя не ударю. Я потом и кровью эти 400 тысяч зарабатывала, чтобы хоть раз в жизни себе что-то купить. А вы, дорогой Сергей Петрович, пока мне до единой копеечки все не отдадите, я с вас не слезу. Так, Аня, ты вообще без мозгов, получается, у нас, да? Полный отборок. Как ты умудрилась сжечь деньги? Ты что, вообще не понимаешь? Так, по поводу денег я возвращать ничего не буду. Ваша честь, сажайте, пускай посидит. Может быть, ума наберется. Все, сажайте. Мне такая вообще не нужна. Не надо, все. Я не хочу в тюрьму, папа. Денег я не буду за тебя уплачивать. Не надо. Я не хочу в тюрьму. Сажай. В том, что произошло, есть и ваша вина. Есть ваша вина. Поясните. Уважаемый суд, защита предполагает, что Аня совершила преступление в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. К сожалению, она почему-то не говорит всей правды. В связи с этим мы ходатайствуем о вызове для допроса ее родной сестру, Наталью Гордину. Прошу прощения. Хорошо. Давайте пригласим Гордину, Наталью Сергеевну. Пожалуйста, пристав, проводите ее в зал. Проходите. Так, Наталья, присаживайтесь, пожалуйста. Наталья, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Ну вот Аня, твоя сестра, ты ее, конечно, прекрасно знаешь, сейчас привлекается к ответственности из-за хищения крупной суммы денег у своей учительницы, 400 тысяч рублей. Пропала, и Аня только что признала, что она это сделала. Ну как ты думаешь, почему она это сделала? Ваша честь, мне очень жаль, что Аня украла чужие деньги. Но я хочу сказать несколько слов о ее защиту. Аня очень талантливая и целеустремленная девочка. Она с самого детства знала, что она хочет. Ее мечтает и петь на эстраде. Но ни папа, ни мама ее в этом не поддерживали. Папа считает, что все певицы безмозглые дешевки, а мама хотела, чтобы она поступила в юридический. Она и меня туда запихнула, только вот толку от этого никакого нет. Я проучилась там пять лет, а сейчас работаю администратором на ресепшене. Аня, в отличие от меня, идет к своей цели, несмотря на все запреты родителей. Каким же образом она это делает? Аня тайно занималась вокалом. Участвовала в различных конкурсах. А мама об этом не знала. И не знала то, что она не ходила в школу. А когда узнала, то очень на нее разозлилась. Начала кричать. Вообще говорила, что она дома ее запрет. Это Аня мне звонила и жаловалась. А потом мама впала в гликемическую кому. И у нее пошли осложнения. У нее отказали ноги. Все врачи опускали руки, но в одном медицинском центре нам согласились помочь. Только вот реабилитация там стоила 400 тысяч. Именно поэтому Аня украла деньги, чтобы помочь своей маме. Хорошо, я здесь при чем? Я вам сочувствую, но я здесь при чем? Решайте свои вопросы сами. Отец не мог за нее заплатить, поэтому Аня пошла ради нее на все. Послушай, ты бессовестно... Анька, Ань, то есть ты синтезатор покупать вообще не собиралась, да? Ты бессовестно все-таки, понимаешь? Ты, конечно, придумала еще так. Ты замолчи, не позорься. Так подумай-то. Я всю жизнь скалываю, чтобы вы ни в чем не нуждались. Мать, ни одного дня не отработала в своей жизни. И пойми, я с ручками поговорил. Я и так бухал кучу денег. Мне, да, объявили там ценник почти на полмиллиона. Но шансов, возможно, никаких. Поэтому я же не олигарх, понимаешь, чтобы столько денег бухать. Потому что, возможно, это все вот пришли. Так что не надо так на меня. Ты не хотел ее отправлять, потому что ты ее не любишь. Потому что тебе на нее все равно, как и на нас с Аней. Аня ради мамы на преступление пошла. Но ты даже не хотел ей помочь. Ты бы мог отдать бы деньги Ирине Степану. Мне ничего бы этого не было. Но нет, ты не стал ей помогать. Потому что ты эгоист и жмот. Как ты думаешь, почему бы мать попала в кому? Из-за нее? Не пускала мама, ваша мама, ее на репетицию. Знаешь, что она сделала? Заперла ее в комнате. Понимаешь? А ты же знаешь, что мама сохранила диабет. Что ей без лекарств нельзя никак. И пришла она уже поздно. И только утром уже обнаружила мать свою, когда она уже лежала в коме. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, откуда вы так все это узнали подробно? Мне сама жена сказала, Нина, по этому поводу, она мне признала, что вот все из-за нее, как вот было. Я, конечно, скажу честно, я был настолько шокирован этим признанием, что хотел ее сдать в специнтернат, чтобы ее вообще не видеть, с глаз долой. Но Нина попросила мне, чтобы я это все делал как-то. Замял бы и простил бы. Конечно, я пообещал, что прощу, но простить я никогда не прощу. Поэтому, соответственно, вот получили то, что получили. Аня, это правда? Мама впала в кому, потому что ты ее заперла? Поэтому она лекарства выпить не смогла. А я еще, как дура, пришла защищать тебя. Я никогда тебе этого не прощу, поняла? Блин, да чего вы себе пристали? Так получилось. Мама меня заперла в комнате, я кричала. Она испугалась, открыла дверь. Я выбежала, закрыла за собой дверь. Пришла домой и вижу, она на полу лежит. Откуда я могла знать, что у нее сахарный диабет или то, что она болеет? Я даже не знала про какие-то таблетки. Потом поняла, как я с ней ужасно поступила, и я ничего с этим не могла сделать, поэтому я решила украсть у них деньги, чтобы оплатить операцию и хорошую больницу. Но если отец не собирается возвращать деньги, я сама отдам. В смысле, как ты их отдашь? Ты их не сожгла, разве? Ваша честь, я... Простите, то, что я соврала. У меня есть эти деньги, я их не сожгла. Но если они уже моей маме не помогут, можешь мне, пожалуйста, то, что я меньше срока слегка отдам? Я не знаю, почему так получилось. Мне очень жалко. Я постоянно, когда сижу в комнате, я представляю то, что мама, мне постоянно мерещится она. Я ночью не вспоминаю. Я не знаю, почему так получилось, и я очень хочу это исправить. И если бы вы с мамой меня хотя бы иногда слушали, то это бы ничего не случилось. Я бы пела. Просто пела. Так все просто, да? Просто пела. Да. Сударя, если бы поставление приговора. Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Гордина и Анны Сергеевны, несовершеннолетней, ранее несудимой, в совершении преступления, предусмотренного пунктом В, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса, суд принимает решение признать Гордину Анну Сергеевну виновной в совершении данного преступления, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, принимая во внимание обстоятельства дела, а также признание вины, раскаяние подсудимой, готовность возместить причиненный ущерб. В соответствии с статьей 92 Уголовного кодекса Российской Федерации суд постановляет освободить Гордину Анну Сергеевну от назначенного наказания, применить к ней принудительную меру воспитательного воздействия в виде передачи в специальное учебно-воспитательное учреждение до достижения возраста 18 лет. Значит, Аня, ты направляешься в воспитательное учреждение, где ты будешь заканчивать учебу, получать образование, поскольку ты школу бросила. Там можешь заниматься вокалом, там тебя бесплатно будут учить, там есть соответствующие секции, кружки, учителя, которые тебя с удовольствием будут учить тому, чего ты хочешь. Закончишь это учебно-воспитательное учреждение, получишь профессию, и дальше будешь самостоятельным человеком. Судебное свидание завершено. Субтитры создавал DimaTorzok